Вчера посредь бела жаркая воскресная дня в поселке Зайково, что под Ирбитом, на выезде на трассу Камышлов-Ирбит-Туринск-Тоборы, на тамошнем железнодорожном переезде некий грузовик не вписался в поворот, разрушил кое-какую инфраструктуру и с места ДТП свалил. Причем, что удивительно, удирал он не поперек рельсов, а повдоль них. А впрочем, долует себя тяну, в эфире наша рубрика «Народный репортер докладывает с места происшествия». Страдавших нет, значит, только повреждения путевых устройств, устройства СЦБ. Вот, снесен шлагбаум полностью, грузовой автомобиль в алкогольном состоянии проехал через все пути, вот, снес предельные столбики, один шлагбаум, сейчас переезд не работает. Вот, не въехал, получается, в поворот и проехал через все пути. Чуть не въехал в будку дежурному по переезду. Вот так вот, вот здесь вот он проезжал, вот, снес путевую коробку, вот, следы. Снес предельный столбик, снес предельный столбик и вот проехал вдоль кустов, вдоль кустов и уехал, вот, по дороге. Сегодня в Зайково зациркулировала неофициальная информация, что будто бы роль терминатора исполнил Урал-лесовоз, но это не факт. Есть надежда, что если появилась версия, значит, не исключено, что нашлись очевидцы переездной разрухи и, как следствие, найдется и сам разрушитель. Даже если он был пьян, что при таком стиле вождения не исключается, то на следующий день после замеса его нажратость уже никак не доказать, но если его изловят, то хотя бы материальный урон будет возмещен с помощью страховки. Ну и за оставление места ДТП истребитель ответит по всей строгости административного кодекса, а это лишение до полутора лет или даже арест на полмесяца в пиковом случае.